Всем привет! Ногтям 5 недель. Будет коррекция со сменой формы из классического миндаля в арочный и красивый морской дизайн. Первым делом по привычной схеме я сужаю сильно ногти, снимаю глянец, дизайн. Здесь просто классический миндаль, а нам нужен арочный. Поэтому будем очень сильно поднимать кончик. Продолжение следует... И дальше, как обычно, подготавливаю ногти к коррекции. Зачищаю зоны кутикулы, птеригий, шлифую отросшую зону и наношу праймер. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Следующий этап, как обычно, каучуковая база и обязательно выдерживаем отступ от кутикулы. Сушим 30 секунд, добавляю в зону кутикулы камуфляж, ставлю в зону апекса и растягиваю, толкаю к кутикуле, ставлю материал строго на базу, на натуральный ноготь не вложу, запечатываю бока, натягиваю на всю площадь ногтевого ложа. Высокий бортик мне здесь не нужен, потому что кончик я буду поднимать прозрачным, просто закрасила новое ногтевое ложе, сушим одну минуту и теперь мне нужно поднять кончик, вот аж на какой уровень. первый этап, строю высокую прозрачную каплю на кончик, сушу, второй этап это бока. И сейчас я буду поднимать прозрачную каплю, вот так вот, вот и вот, 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 вот. Я вам покажу, если я буду поднимать прозрачную каплю. Высокий бока. Высокий бока. Сушим. Третьим этапом продолжаю поднимать кончик. Центр возвышаю от апекса к кончику. Просушила 2 минуты, снимаю липкость и приступаю к опилу. Красный полностью не уйдет, это нужно понимать, переходя из цвета в цвет, как-то подстраивать, чтобы не было потом неприятностей. Нам красный не помешает, потому что мы его перекроем синим. Отодвинула и пилю как треугольник. Теперь скручиваю бочок горизонтальными движениями, и пилочка у меня лежит горизонтально. Кутикула заезжаем ребрышком пилочки в отступ, который мы специально оставили. Теперь пилочку выставляю ровно на поверхность и шлифую всю поверхность вот так, как трубочку. в зоне апекса нажатие очень слабенькое, здесь мы просто шлифуем. Теперь приступаем к кончику. Смотрю сверху и просто пилю красивый миндалевидный кончик. разворачиваю в профиль и теперь подпиливаю нижние параллели. делаю срез. так вот что получается. теперь перейдем к обратной стороне. делаю тоньше кончик таким вертикальным движением. и дорабатываю тоненькой кукурузкой. вырезаю натуральный ноготь полностью. как я уже сказала красный полностью не уйдет, потому что ногти были в принципе не клюнувшие. за один раз это невозможно. в другую сторону. после фрезы всегда прохожусь пилочкой по торцам. возвращаюсь к кутикуле, еще разочек ее приподнимаю, срезаю и шлифую. выполняю покрытие белой гель краской камильфу. просушиваю, наношу второй этап. перекрыла топом, высушила и забафила. теперь приступаю к росписи. делаю сначала набросок карандашный. линия горизонта у меня. островок вдалеке. ближний берег. и пальма. пальму взяла на просторах интернета. и пойдут ветки пальмы. начинаю я с того, что на заднем плане. это немножечко нужно придать голубой оттенок небу. краски у меня акварельные, сонет. остров будет зеленый. немного уходящий фрукты. коричневый. льда. 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 И так далее. Теперь делаю море или океан. Синий смешиваю с бирюзовым. Размываю. Теперь немножко глубины. Синий. И размываю навстречу к бирюзовому. Там мельче к тому острову, дальше уже глубина. Снова бирюзовый. И немножечко. Добавляем песка уже. Теперь делаем ближний берег. Тот, что у нас здесь. Песок. Теперь делаю ствол пальмы. Темно-коричневым. Теперь делаю. теперь делаю ветки пальмы сначала ярко зеленым и вот такие очень простые мазочки штриховые и и и и и и и Теперь тоже самое делаю, но ближе к центру. У каждой веточки и уже темным цветом, темно-зеленым. Теперь белой акриловой краской или белой гель-краской навожу блики, показывая, что дерево выпуклое, объемное. В каждую веточку выделяю центральную линию. И вот здесь у берега немного морской пены. Есть. Переходим ко второму ногтю. Теперь рисуем кокос. Делаю сначала внутреннее отверстие. И весь кружочек. За ним еще один кокос. Он будет целенький. А вот здесь, за кокосами, тоже будет лист пальмы. И точно так же я делаю сначала фон небесно-морской. И еще один кокосовый. Так, нам нужен темно-коричневый. Я рисую внешнюю часть кокоса. Попку зарисовала, кисть промыла, отжала и размываю. Теперь возьму более теплый коричневый. И доработаю. Рисую четкий кружочек. И мне нужен серый, черный. Точнее, я подкрашиваю вот так на расстоянии от коричневой линии. Углубление. Кисть промываю, отжимаю и размываю. Показываем, что там есть глубина. И кое-где надрезаю. Мякоть кокоса. Второй кокос я просто зарисовываю. И верхушку более теплым оттенком. И по той же схеме делаю листья пальмы. Показываю. 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 Кокосы. Продолжение следует... Точно так же белым выделяем. Сушим, вспоминаем, что все водные краски требуют дополнительной фиксации, чтобы не облез рисунок. А я рисовала акварелью, соответственно нужно дополнительно зафиксировать или прозрачным моделирующим или базой. Я сделаю это базой. Сушу 30 секунд и перекрываю толпом без липкого слоя. Готовый результат, если вам было полезно мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, просматривайте ссылки под видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и до новых встреч!